Девушки отдыхают С 7 декабря 7 лет Будем говорить на эту тему с Николаем Донецким и Иваном Жуковым Придут они к нам после 12.05 Но в первом части у нас такая серьезная тема Не первый раз уже будем об этом говорить Будем говорить о дорогах, если уж так коротко выразиться И у нас в студии Константин Сичихин Руководитель рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог При Общественной палате Кировской области Член регионального штаба ОНФ Константин, добрый день Добрый, добрый И Виталий Брамко, даже без него, член рабочей группы Тоже по контролю за ремонтом и содержанием дорог Добрый день Добрый день, уважаемые активисты, общественники Уважаемые активисты друг друга активно фотографируют Ну ладно, мы им пока не мешаем Анонсируют нашу беседу Соответственно в социальных сетях Не так давно состоялся гражданский форум Где активно тоже обсуждалась Тема дорог, транспортной доступности Транспортного сообщения И мы следим за тем, что вы пишете в социальных сетях, на своих страницах И немало претензий Вот Куда без них-то, ну? Давайте начнем с этого слова, с которого мы хотели начать Жулики кругом Кругом жулики Что делать с ними будем? Ну что, новость мы проговорили уже, да? Да Давайте Прочи хорошую Кругом жулики Давайте все-таки с текущего состояния начнем Как наши сейчас дороги убираются Вы мониторите этот процесс, Виталий? Мы мониторим, стараемся Ну, пока что Сильных снегопадов блага не было То, что мы видели, конечно Были претензии у людей На наш шведский променад, так называемый То есть Проблема есть, безусловно Качество уборки Оно Не очень хорошее, мне как говорят И Самая Страшная эта история Что Лучше-то не будет, наверное В последнемости Почему? Ну, потому что Хороший пример Мы В нашей рабочей группе Проанализировали контракты На следующий год По содержанию дороги По содержанию дороги, да И выявили такую интересную штуку В каждом контракте Прописаны критерии оценки Работы подрядчика И На основании этих критерий Выставляются баллы И можно съезжать цену Тем самым Мотивировав подрядчика лучше работать Так вот Большая часть дорог в центре города Это дороги категории А Категория-то, значит, хорошие дороги, да? Ну, да То есть Воровского, Ленина Основные Кировские магистрали И Критериев для оценки категория Нету То есть как нет? А вот так вот А для Б есть? Для Б есть Для В есть Для грунтовых дорог есть А для А нет То есть Они как бы Есть в контракте Они прописаны То есть Их подрядчик будет убирать Безусловно Но возможности А, то есть дороги есть А критериев нет? Да Возможности Оценивать работу? Оценивать Их как бы нет В госконтрактах Во всех В семи штуках На следующий год Их как бы нет То есть получается Подрядчик как не сработает Все хорошо Все отлично Ну в принципе Соответственно всем критериям Потому что нет Это и сейчас происходит То есть Даже если не работает Все равно все хорошо Да А ну да Если критериев нет Вообще Это получается так Оценку по критериям А Будут производить Согласно критериям Б А это где-то написано? Да Это написано прямо В контракте По содержанию Уличной дорожной сети На 2018 год И там четко В приложении номер 3 Вот оно у меня даже Распечатано сейчас Там критерий Б Начинается с критерия Б А критерий А Почему-то Почему-то забыли Либо это сделано специально Либо это кто-то Не доглядел Вот с этим Будет сейчас Разбираться Областная прокуратура То есть вы уже обратились Да конечно Мы уже обратились По этому поводу В областную прокуратуру В ФАС Обратились По поводу данного контракта Все-таки Чтобы разобрались И решили вопрос Все-таки будут у нас По критерию А Содержаться дороги Либо У нас не должно быть Содержания в критерии А Ну мы по крайней мере Считаем Если у нас есть дороги На сегодняшний день Категории А Значит и содержаться Они должны быть Так как согласно Стандартами ГОСТа Да и Проблема есть в том Что аукционы Состоятся сегодня и завтра К сожалению А аукционы уже сегодня и завтра К сожалению мы Ну с другой стороны Мы сами призывали Чтобы аукционы Как можно быстрее происходили Да то есть все хорошо Чтобы было быстрее 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 Чтобы быстрее начали Вопрос в том что Хорошо 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 Но в итоге Вот есть такая Большая проблема Мы вот как смогли Нашли время Потому что Изучили все контракты И сегодня На сегодняшний день С утра подали везде Жалобы По этому поводу Посмотрим как отреагирует ФАС Потому что Переговорились с руководством ФАСа Они как бы Обещали Экстренно Этот вопрос Оперативно Этот вопрос изучить И оперативно Если есть Ошибка По нашему мнению Да и по ихнему мнению Если совпадет То они будут Конечно выходить На сторону граждан Андрей Юрьевич 18 год то начинается Вообще через месяц Уже меньше Да даже меньше уже А Андрей Юрьевич Что по этому поводу думает С Андреем Юрьевичем Мы еще не общались По этому поводу Руководитель Контракт Кто готовил Вообще Контракт Готовила Дирекция Дорожного хозяйства Подписывал Конечно Андрей Юрьевич Готовил Я думаю Что его зам Но судя по документации Исполнитель был Зам Господин Ишутинов Но подпись Подписка Стоит все равно Начальника Конечно В любом случае Суд, что он Наверное Не мог Не заметить А может Не заметил Случайно Ну вот Народный фронт Контролировал Судя по новостям Не заметили Не заметили Только сейчас Вот заметили Надо Глубже Было Изучить На сегодняшний день Мы нашли время Глубже изучили Все контракты Потому что Не только Эти моменты Нас интересуют По этим контрактам Часть улиц Даже не вписана В эти контракты Ну вот например Берем улицу Современную Про которую И на общественных Обсуждениях 25 сентября Люди Граждане Которые проживают На этой улице Задавали вопросы А почему По дорожным знакам Почему такая ситуация По ней Улица находится Напомним Улица находится У нас в районе Нового микрорайона Зинова Где у нас Новую школу сдали Школу номер 11 Там где детский садик Номер 8 Находится Да И мы наблюдаем Картину Что улица современная Во всех контрактах По содержанию Уличной дорожной сети Ее просто нет Погоди Мы ведь в этой студии Про эту улицу Говорили неоднократно Что она до сих пор Как бы не передана Городу была Да Вот тут двоякий вопрос Потому что общаясь С прокуратурой Города Кирова С Ленинской прокуратурой Да Как бы у них есть Письмо от администрации Что улица принята На баланс Да Я сам лично видел Это письмо Что улица современная Принята на баланс Вопрос Сейчас Либо кто-то Да Либо кто-то Кого-то Не договаривает Либо правда Есть какие-то Подводные камни Которых мы По крайней мере А может просто правая рука Не знает что делает левая Может быть Может быть на сегодняшний день И по этому поводу Мы сейчас тоже будем Готовить Обращение В прокуратуру Ленинского района Чтобы взяли Надзор За данной ситуацией То есть Получается так Что эта улица Не попала вообще В зимнюю работу Там совсем нет Вот этого микрорайончика В этом содержании Там что улица современная Что улица широтная Ну по улице широтная И агрономическая Еще можно как-то Вопросы задать Только по той причине Что на сегодняшний день Там подрядчик ведет Ну как бы Застройщик ведет работы Может быть он их еще и не передал И будет за свой счет Содержанием заниматься Но вот улица современная Про которую неоднократно И в студии И на общественном обсуждении Говорили Про которую по сути Уже можно было передать Так как она давно в эксплуатации Она давно в эксплуатации Два социальных объекта Да Два крупных социальных объекта Находятся И вопрос А кто будет содержать И за чей счет Будут чистить дорогу К школу К детскому садику Да Это остается огромный вопрос Потому что подрядчики Я не думаю что На сегодняшний день Застройщик данного района Будет чистить улицу За свой счет Закончил там строительство Он закончил Именно вот по этой улице Тем более если ты говоришь Что улица Соответственно Письма прокуратуры Я лично видел Это письмо Застройщик тем более Не будет передана И вот сейчас Остается вот такой вопрос По этому поводу Мы сегодня готовим Сейчас обращение В Ленинскую прокуратуру Чтобы они взяли Эту ситуацию Конечно на контроль Прокурорский И все таки Разобрались А в чем причина то Либо правда передана Либо просто кто-то Опять не доглядел И забыл Или как вы правильно говорите Правая рука С левой не дружит Просто напросто Ну видимо так радовались Так радовались Что наконец-то Впервые за долгое время Школу новую построили Детский сад Что забыли Как добираться до этой школы Как-то не подумали По тротуарам Дети как будут ходить Дорожных знаков нет Там один дорожный знак Стоит пешеходный переход И тот который Сначала поставили Потом убрали Сейчас опять поставили И ситуация очень банальная Даже в СМИ Была информация Там с улицы Тимирязева Был проезд Который сейчас Не проезд Просто-напросто Хотя Вот этот участок улицы Он тоже не входит В содержание Уличной дорожной сети Там есть Слобода-Зинова Как отдельный Такой микрослов Ну как деревня Или как Слобода По сути А именно вот улица Которая идет К Слободе-Зинова Которая примыкает С улицы Тимирязева Вот этого участка Нет в содержании Хотя этот участок Он должен быть На балансе Администрации города Так как это Проезжая улица К Слободе Вот И конечно Заниматься Содержанием улицы Ну вот этой дороги Должна администрация города Или подрядчик То есть вообще интересно В Слободе хорошо Но добраться до нее Надо только А улицы Интересная такая местность Там с Тимирязева съезжаешь И желательно бы Сразу на танк пересесть Или на БТР Либо пешком И просто-напросто Машину поставить На обучение И домой Пешочком Там метров 500 Я бы так и делаю Там суть Потому что машины стоят Ну сейчас там По крайней мере Ездят через современную Там под Закройщик Но современную тоже не будут Да Если вот такая ситуация пойдет И с чем больше Больше снега будет Мы там не увидим Ни трактора Будут колеи Просто на непроезжие И с нового микрорайона Люди будут выезжать Там и будут жить Просто не будут выезжать Герман же сели Но предлагал В 70 на лошадях Прекрасно в принципе Ничего убирать Он бы еще раздался По лошади Давайте сейчас Небольшую паузу сделаем Традиционно нам нужно В эту минуту прерваться Константин Сичихин Виталий Брам Общественники Занимающиеся контролем Ремонтного содержания Дорог И ремонта дорог Давайте сделаем паузу Продолжим Продолжаем нашу беседу Я все-таки еще хочу К планам Перейдем чуть позже Ремонта дорог В следующем году Но все-таки Вот эти акционы Которые сегодня и завтра будут По содержанию зимнему Там ничего по сравнению С прошлым годом Не меняется Мы не учитываем Опыт печальной Прошлой зимы Ничего не изменилось То есть Кардинально Какие-то замечания Может учитывать На 2 миллиона Просто стало побольше В этих аукционах На 2 миллиона Да На 2 миллиона Стало побольше Откуда-то Видать изыскали Немного Плюс 2 миллиона То есть По факту Все те же самые цифры Да По факту Ничего не меняется Как был GPS на транспорте Так и остается GPS на транспорте Но никто не использует Никто не использует Потому что Заходили на карту Мы этот транспорт Не видим Как вот раньше Можно было По карте онлайн Посмотреть По содержанию дорог Мне кажется Большинство Уже забыли Что есть Какая-то карта Конечно забыли А это же важный механизм То есть Мы живем в 21 веке Когда вообще У нас сейчас Входит в тренд Все эти Большие данные Массивы Открытые данные Все прочее То есть Даже элемент контроля То есть Нам же говорят На ДХ У нас не хватает людей Чтобы контролировать Слушайте У вас все автомобили Оборудованы ГПСом Рализуют систему контроля Таким образом Чтобы Онлайн Которировать Чтобы Выставались отчеты Чтобы На всех там Свалках были Геозоны Чтобы все отмечалось Ну как бы Это банальная вещь Для 21 века И это нужно реализовывать Мы предговорили Новому главе администрации Он нас услышал Я думаю Новому главе уже Да Шугину Да На него есть надежда Пока что Это радует Да Ну пока судя по всему Получается Что вам в этом году Заниматься тем же В прошлом году То есть ничего Если не изменилось С точки зрения администрации То у вас работа будет на зиму Ну вот мы сейчас еще Постараемся изучить Вот улицы Которые уходят В рамках содержания дорог Почему Потому что Есть несколько Вот сейчас На сегодняшний день Нашли еще несколько Социальных объектов Которые по сути В рамках контрактов Они не вписаны Кто к ним будет Выбирать дороги И кто будет подъезжать То есть это не только На современные Еще где-то Да Там еще есть несколько объектов И вот мы дальше Сейчас изучаем Более плотно Смотрим какие социальные объекты Не считая там школ Детских садиков Есть один объект Знаю что На юго-западе Как минимум два объекта нашли Когда если Проспект строителей чистится Но почему-то подъезд В дворовые территории К этим социальным объектам Они в контракте В содержание Не включены Да Хотя там должен быть Наложен сервитут Как минимум И как минимум Содержание Вот этого участка Должны Относиться К администрации города Муниципальным Муниципальным Вот вопросов Становится все больше И больше И мы понимаем Что администрация Именно дирекция Дорожного хозяйства Как в лице заказчика Они меняться Просто-напросто Не хотят На сегодняшний момент Либо не желают Либо не хотят В рамках содержания Либо Ну просто нет желания А может им просто нравится Как сами работать Они хотят еще один год Чтобы было так же весело Может быть Но наш редактор подсказывает Что у нас постоянная Слушательница на линии Алло Добрый день Добрый день Добрый день Надежда Да Слушаем Времени не нужно Вот улица Депортская Там давным-давно Глубокие ямы Около автосервис Никто не реагирует Там же автобусы ходят Это ужас Машины замедляют Ход перед этими ямами А там же дорога узкая Ну я не знаю Как это так И еще на зеленстрое Нет у нас переходов Кто не реагирует И администрация знает Про это Вот такое у нас положение Спасибо Спасибо Ну что же вы Две ручки записали Ваши Я уже посмотрел То есть какой подрядчик Занимается там содержанием Это компания Бадис Она есть В контрактном содержании И должна прибирать Все хорошо Вопрос контроля Опять же То есть вот Хорошо Женщина Там звонила Сказала Ну как бы Слушайте У нас Элементы контроля Четко внедрены В 21 веке Без этого никак Никуда То есть можно Принять штат Там 200 человек Которые будут Обхаживать Там весь город ежедневно Но они не справятся Даже они Такое количество Ну как бы Это бред Ну так вот Женщина позвонила А куда еще обратиться Потому что она говорит Вроде бы обращалась В администрацию В администрации знают Насчет знака Перехода Вроде бы знают Ничего не меняется Так вот Ничего не меняется И Ясно Вот Ничего не меняется И будет В особняк на улице Ленина Охота Охота Верить Что с приходом Нового главы администрации По крайней мере Он нам так пообещал Что будет очень Резко Поменяется Вектор И в рамках содержания И в рамках контроля Надеемся Вот как раз Мы по этому поводу Мы сейчас Пытаемся Затормозить Эти контракты По содержанию Чтобы он их Может быть Изучил Но и все-таки Внес какие-то Свои нотки В этом Потому что Если бы эти контракты Сейчас разыгрались бы То 2018 год Мы бы жили с вами Так как мы жили В 2017 Это скорее всего Даже хуже Это даже хуже Да Это во-первых Неприбранные улицы Летний сезон у нас В грязи весь практически Да И город Он все время Ну с каждым годом Он становится Все грязнее и грязнее Вопрос Почему Ну А хотя денег Выделяют все больше и больше Пусть даже там Плюс еще 2 миллиона Все-таки Это не минус 20 Ну да Все нам говорят Что у нас там 10% От норматива Который там необходим Причем Вот суммы Я слышал там И 2 миллиарда нужно И 3 миллиарда И 4 миллиарда Они постоянно То 3, то 4, то 2 Да можно и 15 сказать Какая разница Тоже неплохо Я просто там смотрел Мы говорим про Там бюджет Да То есть сколько Вообще нужно там денег Чтобы нормально Там прибиралось Ведь на самом деле Нам говорят Что нам нужно там 2 миллиарда Но никто не говорит Почему То есть где Ну расклад Как они считают Финансовая модель Нам нужно 700 миллионов 700 миллионов Не 400 Но 700 Тем не менее Ну тем не менее Как бы Ну понятно Тем самым Допускают Работа со стороны Подрядчика Если ты подписал Контракт Как бы То извольте Выполнять так Как требуется Нормативу А если мы читаем Что в нормативе У нас все дороги Переравниваются Категории Б А категория А Исключается Так вот так Как они и будут Содержать Согласно Киров Русская Это вроде бы Она такая Некатегорийная Дорога Или что Уже тоже Категория А стала У них В любом случае Есть категория В любом случае Есть категория Если даже не А То это категория Вопрос опять Смотрите Услушателей Это вопрос Что делать Что делать Вот обычный Гражданин Куда ему Жаловаться Куда обращаться Ему конечно В данной ситуации Надо жаловаться Заказчику Заказчику Данных контрактов Дирекцию Дорожных хозяйств То есть ДДХ Писать жалобы Конечно А если Дирекция Не слышит И получить Маленькую Такую отписочку Можно еще В одну жалобу Написать В прокуратуру На отписку У нас есть Пусть обращается В социальные сети У нас там Есть группа Вконтакте Мы практически Стараемся На каждую жалобу Реагировать Людей И вот По крайней мере На ту информацию Которая С улицы Темирязева Была В СМИ Проходила Мы сейчас Более подробно Все изучили И понимаем Та ситуация Почему она Ситуация Привела К этой К этому Проблеме Мы понимаем Почему это Так получилось А только По той причине Что нет Хозяина У этой улицы Хотя Муниципалитет Должен быть Хозяином Если нет Хозяина Значит И будут Вот эти Все проблемы У нас По крайней мере Это с улицы Деповской Там есть Подрядная Организация Но нет Хозяина Все вероятнее Который бы Чаще заставлял Почему-то Все у себя Во дворе Прибирают В частном Или в частном доме А улицы Не прибирают Ну потому что Хозяина нет У нас Во всем городе Хозяина Давно не было То есть Мягко говоря Какое-то Такое ощущение Что пьяный Хозяин Денис Вы услышали Комментарии Да я услышал Хотелось бы Чтобы контроль Был за этим Ну видите Контракты Сегодня-завтра Еще будут Разыгрываться Надеемся Не будут Но в этом Дагаду Они здесь Жалуйтесь Не оставляйте Это без Без эффекта Как бы Кстати Вы замечаете Что вот сейчас У нас такой период Когда переход Через ноль Оттепель Конечно Вы сейчас Замечаете Что дороги Рушатся Стремительно Сейчас В властном центре И будут Рушатся Потому что Это физика Просто-напросто Они будут Рушатся Я имею ввиду Не те Слава богу Улицы Которые в этом году Были отремонтированы А вот та Где раньше Был Ямычный ремонт Слава богу Что еще Новую улицу Но вот сейчас Мы на сегодняшний день Как раз По гарантийным Обязательствам Делаем запрос В дирекцию Потому что Мы в начале октября Объезжали все улицы Совместно с дирекцией Должного хозяйства Был составлен Большой акт По гарантийным участкам Где были выявлены Недочеты Сейчас хотим Уточнить Все таки За октябрь Ноябрь Исправлены Эти недочеты Или опять же Все таки Оставили на весну Все эти моменты А если оставили на весну То вот как раз Сейчас Идет полное разрушение Дорожного покрытия Так как В каждую щельку Вода попадает Замерзает Замерзает Расширяется И получается разрушение Хотя был период времени Порядка полтора месяца С момента Анкетирования Всех уличной Дорожной сети По гарантийным Когда можно было Это все исправить И все это опять Зависит от заказчика Который должен быть Заставил подрядчика Это исправлять В минимальные сроки Это если еще Получится заставить подрядчика Потому что По тем участкам Которые мы Допустим смотрели Это улица Московская Спуск метро Ульяновской Герцена Улица То есть там подрядчик Самострой Им было сказано Но проблема Еще Если вы помните Там летом Когда мы вместе С Василием Там ездили Смотрели Все было сказано И ДДХ Все претензии Выставляло Но изменений Не произошло За полгода То есть Получится Есть же рычаги воздействия Это по идее Какие По идее Ну по идее Как-то заказчик Может воздействовать На подрядчика Там Да могут они Все это делать Огнестрельные Было бы желание Человек-то никуда не Руки ни у кого Не отсохли Еще пока Вот-вот Человек Не видел Все уже Почему-то Мы знаем Этого человека Который эти дороги Делал По крайней мере Пусть даже И под другим Сейчас юридическим лицом Но механизмы Они всегда присутствуют Было бы желание Эти механизмы Воплощать в реальность На сегодняшний момент Вот такая ситуация И как бы Будем надеяться На лучшее Давайте после рекламы Мы уже перейдем К ремонту дорог В 2018 году Мы знаем Что у вас там Есть определенные претензии Обо всем подробно Через полторы минуты Напоминаю Что у нас в студии Представители рабочей группы По контролю за ремонтом И содержанием дорог При региональной общественной палате Константин Тичихин И Виталий Брам И так давайте Планы ремонта дорожного На следующий год Там уже сумма озвучена Сумма озвучена Мы понимаем Что голосование Деньги есть Голосование Голосование было И что? И что? А что? А в итоге получается По нашему взгляду Даже мнение граждан Практически Процентов на 50 Учли То есть это голосование Да Люди вовсе Не самыми главными Были здесь На 60 Да Ну на 60 Да Вот почему-то Получается так Что мнение граждан На сегодняшний момент Видимо в данном случае Где 60% Мнение граждан Странным образом Совпало с мнением чиновников Поэтому оно было Наверное Учтено Конечно А где не совпало Там видимо А вот 40% Они решили Как бы Ну подождут 19-й год Впереди Может быть До 19-го И протянут Хотя Улицы Которые живут Граждане Которые живут На улице Торфиной На сегодняшний день Это в районе Микро района Озерки Нового микро района Я думаю Что их мнение Вот просто взяли И в сторону Отодвинули Хотя Она была в топе В топе была Да Улица была в топе По крайней мере Там даже можно понять Почему На сайте На сайте Администрации Города Кирова За эту улицу Проголосовала Администрация Города Кирова 386 человек Проголосовало Это второе место По Первомайскому району Вопрос Очень банальный А почему Почему Ее вообще нету в планах Вообще ее нету в планах Да Также улицы Пристонская Нету 229 Я не говорю уже Про сайты Общественной палаты Хотя эти улицы Тоже у нас были В ближайшей пятерке Да Это сайт Это показания Сайта Администрации Города Кирова Две улицы Торфяная Пристонская Это минимум То что я могу назвать На сегодняшний день Те улицы Которые были в топе Одна 386 голосов Другая 229 голосов Константин Смотрите У нас здесь Когда был наш Министр Транспортный Он же как объявил Что сейчас ведь Речь идет о погонаже Нагнать погонные метры Согласен Будем узкие и длинные улицы В первую очередь Потому что мы должны Отчитаться о том Что километраж Проводен погонный Может быть эти улицы Просто широкие и короткие А второй показатель А второй показатель Программы Безопасной Качественной дороги Это все-таки Общественное мнение И общественное голосование То За что И сокращение очагов ДТП Да И сокращение очагов ДТП Из-за того Что люди голосуют На сегодняшний момент Извините Их мнение Должно быть Учитываться А не Показатели Километража Да Можно На некоторых улицах Каким-то образом Как говорят Нагнать этот километр Но улица Торфяная Если улица Пристонская Понятно что там нет Жилого микрорайона Но это все-таки Продолжение у нас На сегодняшний день Набережной То Улица Торфяная Это улица Которая ведет В новый микрорайон В котором Немало домов Построено И люди за что-то Голосовали Они Надежда у них была Люди там живут Они живут Они ездят по этой улице У них есть какая-то Была надежда Что они будут Со следующего года Ездить по нормальной Дороге И кто бы сейчас Не говорил бы Что там нет Нет покрытия Там раньше было Покрытие асфальтное Просто его сейчас Раздробили Да нельзя Просто-напросто То есть она давно Не ремонтировалась Да она давно Не ремонтировалась И там ямочный ремонт Понятно что не спасет Там надо либо Почему-то Вот еще раз говорю Я уже задавал Просто администрации Вопрос по этим улицам Улица По Пристонской Как бы еще Где-то можно согласиться С каких-то точки зрения Только по той причине Что там Часть улицы Требует капитального ремонта Вот Но вот по улице Торфяной Я не соглашаюсь полностью Потому что Пусть им говорят Что улицы требуют Капитального ремонта Но мы считаем Что на сегодняшний день Вот эта улица Она должна была быть В первых списках Для По ремонту А не те улицы Которые они включили Потому что мы сейчас Анализ тоже провели Есть надежда Что их включат По факту экономии Как было в этом году Если помните 100 миллионов Удалось там в этом году Сэкономить А тут вопрос На самом деле А точно удалось В этом году В этом году На аукционах 100 миллионов рублей Удалось сбить Подтверждаете Да Подтверждаю На эти деньги были сделаны Комсомольская Еще там несколько улиц Удалось Стали Конкурентную Такую среду Создать В следующем году Вопрос Потому что До нас слышала информация По драмлению Финансов На следующий год Мы видели Два контракта По 500 миллионов И 9 контрактов По 19 миллионов То есть опять Здоровенные лоты Здоровенные лоты Хотя На мой взгляд То чисто Сколько контрактов По 500 миллионов Два по 500 Два по 500 Итого миллиард Миллиард А будет Миллиард 200 Там будет Миллиард 187 Остальные На маленькие лоты В соответствии Как для представителей Виталий А вот эти крупные По 500 Которые миллионов Это вот какие-то Здоровые объекты Или это Много маленьких Соединили Ну там Многоста Там множество улиц То есть В центре города Причем Есть улицы Там Цент города Где-то в Костино В Новецке Все в одном контракте То есть Кто мешает Кто мешает Это раздробить Искусственное объединение Безусловно На мой взгляд Это Нарушение там Законное И защите конкуренции И о контрактной системе 44 То есть Там Ну в принципе История прошлого года Получается повторяется По сути да Мы никуда Не движемся вперед Мы топчемся на месте На сегодняшний день Да И включаем В ремонт Дороги Некоторые Вот сейчас На сегодняшний день Мы еще раз говорю Мы еще до конца Не изучили Все улицы Которые включены Но у нас уже есть выводы Что порядка Там Пяти-шести улиц Либо их нецелесообразно Было делать Либо их делают По причине Какого-то там Объекта На этой улице Либо Не то что я говорю Не социального объекта Вот например Там Есть Одна улица Сейчас точно название Не вспомню Она ведет К автобазе АТП Вот Металлистов Кажется по металлистов По сути там Жилого квартала нету В том численности Получается так Что будут ремонтировать Для удобства Некой корпорации Для удобства Некой организации Пусть даже Муниципальная частично Да Вот И вот Есть вот такие улицы Которые для удобства Для кого-то Они включены А с другой стороны Торфяной Нету А Торфяной Нету Крупская 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 По Крупской Крупской 1200 Голосов Стахановская Переулок Березинский Я просто взял Почему там Торфяная Крупская Потому что они у нас Совпадали еще с сайтом Общественной палаты А вот Стахановская Нету Там есть некоторые вопросы По Стахановской Они тоже гарантийны Но все равно Улица 60 лет победы Челюскинцев Вот этих всех улиц Но по улице Челюскинцев Там нет Просто асфальтного покрытия А два года Это у нас показатели Что улицы должны быть С асфальтным покрытием Да Здесь понятно Почему они Некоторые моменты Они понятны Но есть некоторые моменты Просто непонятны Просто выпадающие Из реальности Да И говорить о том Что мы подходим К мнению граждан Да вы не подходите К мнению граждан Просто-напросто Вы там 60% сделали Для вида Что да Вот давайте А все остальные 40% Мы сами порешали Где-то там Тем самым администрация Вообще подрывает И доверие И сам вообще Институт голосования Вообще Конечно Зачем это вы проводили То есть если Там улицы Которые в топе находятся Там не входят Ладно если бы там Они были На 10-15 месяц Ну можно подумать Да Там может быть Где-то нецелесообразно Что-то еще Но слушайте Если они в топ входят Ну включите Виталий Давай к лотам Вернемся к этим огромным Да То есть ты говоришь Что как бы получается Что лот-то нецельный Да Это как бы Искусственно собранный Такой Ну он цельный Он слишком цельный В сумме-то он цельный Понятно Да Аппетитный очень такой На поларбуза Да Вот А сами-то объекты Разбросанные Да Это же Разбросанные Это же даже по-моему Даже подрядчику Невыгодно так работать Получается Или Почему Смотрите Берем опыт прошлого года Зашли москвичи Компания Этого года еще Этого Зашли москвичи Выиграли большой Аукцион Очень Таким Интересная Мала Ситуация Выиграли Все хорошо Все круто Ну слушайте Все на субподряды отдали Практически Ну в принципе все То есть часть отдали На субподряд Ведавтодору официально А часть там Якобы сами делали Те же люди Которые здесь Давно работают И ведавтодоре в том числе Они там работали На объектах Ну слушайте Вот для этого мы и видим То есть в принципе действия Которые могут привести К ограничению там Конкуренции Или ее устранению В принципе Мы опять их видим То есть конечно В какой-то степени Будет нам администрация Как обычно говорить Слушайте Ну нам это удобно У нас есть там Крупные подрядчики Они их сделают хорошо И все прочее Ну слушайте Если мы постоянно Про это говорим То развивается Это монополия крупная Никто другой Развиваться не может Ну в принципе И у нас будет Постоянно вот эта монополия У нас в данном случае Получается что Ну условно говоря Не одна крупная монополия Ну раз поделили на две части Значит две крупные ГДМС Да ГДМС Какой-то еще подрядчик Либо там Москвичи Вероятнее всего Какой-то опять Да И все остальные А остальные так Чтобы просто не ворчали Ну да Чтобы какая-то работа была У них Они им по чуть-чуть Они просто нет Они просто обязаны Соответственно Там ФЗ Часть работ По-моему там 10 или 15 процентов Конечно Для малого Безмалого Каким-то малышам Они раздробят В хорошем смысле И вот они Доробят там Примерно по 19 миллионов Контракты Чтобы для Ну чтобы лишний раз Не нарушать законодательство А можно вот доказать Что незаконное Это укропнение Произошло Вот этих лотов Ну смотрите Конечно можно Это было сделано Еще в прошлом году Когда были Контракты на содержание Если вы помните Был один лот На 390 миллионов рублей Удалось его раздробить ФАС там поддержал Правительство поддержало Это мнение В итоге контракты сняли Были раздроблены На 9 контрактов В этом году Там так же Все нормально Там раздроблено На отдельный контракт На отдельные лоты Но можно так же сделать Никто не говорит Что нужно там делить На 100 контрактов По 20 миллионов Нет Давайте делаем По 200 миллионов Ну более там Целесообразно Выделим отдельный район Там на Авиацкие Чисто территориально Хотя бы разделить Хотя бы да Возьмем Ну да Возьмем какую-то местность И прям вот там В эту местность Доведем ее Здесь Думан Здесь маленький Здесь побольше Да вот так Конечно Ну какие-то движения В эту сторону делаете Вот поэтому Мы сейчас и начинаем Заранее говорить Никто же не говорит Что контракты вышли Просто у нас есть предположение На сегодняшний день Сейчас одумается Администрация города В лице дирекции Дорожного хозяйства Как заказчика И наконец-то Мы увидим В следующем году Не два крупных контракта По 500 А эти аукционы Когда пройти должны? Они должны пройти В февраль-март Ну то есть Тоже довольно таки Быстро И федерация По-моему Рекомендует До 31 марта Все проиграть Да-да Вот я говорю Где-то в феврале Программа БКД То есть Если вмешиваться Сейчас уже вмешиваться Потому что потом Ужаление На мази было А мы и начали Мы и начали Сейчас уже На сегодняшний день Вмешиваться в этот процесс Чтобы не было Такие ситуации Как в прошлом году Кстати В апреле выложили В начале А потом сняли Там через фаз Ну были какие-то проблемы Там под речкой пожаловались Да Какие-то Которые планировали Сейчас стоить В итоге все длилось На месяц или полтора Опять же То есть давайте сейчас Зимой это обсудим Да конечно Зимой это Полностью Чтобы вовремя все-таки Аукционы состояли И чтобы не привлекать Не перемещать Посмотрим Сделаем наиболее правильно Под снег да Конечно В конце года То есть тем быстрее Проторгуемся Тем проще Если у нас будет Такой же замечательный подрядчик Как в прошлом году Который делал Киров русская Мы уйдем вообще В никуда Как обычно Мы собственно говоря Пока и ушли в весну уже Да с Киров русской Нет с Киров русской Мы ушли в весну И вопросы Ну если останутся Такие замечательные подрядчики Ну посмотрим Что будет дальше И там еще вопрос То есть да Там не приняли 5 километров Но большой вопрос Как сделаны остальные 19 Нет Повиньше все-таки Как сделали То есть мы Хотели сделать Независимую экспертизу Нашли на это деньги Хотели пригласить Лабораторию Из другого региона И даже деньги нашли И даже деньги нашли И представьте На словах все хорошо Все прекрасно Да давайте мы сделаем В итоге мы делаем Официальный запрос Максимальное время Выжидают там 30 дней И отвечают А не нужно делать У нас уже все сделано Все экспертизы Все хорошо Нам не нужна Экспертиза никакая Ну как так Мы же говорили Ну вот так вот Это нам видимо Не выгодно Я делаю такое предположение Ну слушайте Ну как бы вот так вот Ну то есть 15 километров Опять же со знаком вопроса Увидим весной Да может быть и не 15 Как бы Может быть и больше Мы хотели сделать Ну максимально Взять от каждого подрядчика Хотя бы по одному участку Чтобы было все честно И проверить их Ну в реальности Потому что у нас Все лаборатории На данный момент Она есть в ГДМС Она есть в Этавтодоре Она есть в СМУ-43 Все Больше лицензивных лабораторий В Кирове нет Все они принадлежат подрядчикам То есть ну Таким образом Можно говорить о том Что они не Могут быть там Под контролем Не независимы Ну то есть да Их независимость Под определенные вопросы Хорошо если Опорный ВУЗ Как обещал Сделает на своей Базе лабораторию Надо узнать Лицензированную Что-нибудь Малоужин Да То есть Будет возможность Действительно Независимо проводить Экспертизу Потому что сейчас Можно всегда договориться То есть Я тебе тут Ты мне там То есть Стандартная схема То есть это интересная история Насчет независимости Что вроде тогда и разговор шел Ребята найдите деньги И проводите Нашли деньги Нашли деньги А не надо Не надо Никому ничего не надо Почему Ладно я говорю Что весной мы поймем Почему не надо Конечно Это весной Будет ясно На Киров русском Так это же Саботаж Как говорит Багир Багиревич А ну Багир Багиревич Многое Надо было позвать Чтобы про корабль Сказал Ну ладно Все таки Про голосование Еще хочу спросить Голосование Все равно останется Этот Институт Да конечно нет Он будет И в следующем году Будет голосование Это обязательно По программе Это по программе Федеральной программе Обязательное Во-первых Голосование Обязательно Мнение граждан Учитывать мнение граждан Учитывать мнение общественности Как вы Это основные сейчас показатели Этой программы И я думаю Что ни дирекции Ни министерству транспорта От этих показателей Не уйти Просто Просьба Большая просьба Учитывать Практически Хоть хотя бы 95% Мнение граждан Я понимаю Что есть некоторые дороги Которые не входят Но со следующего года Это объективно Уже объективно Со следующего года Будет трудно говорить Про этот критерий Только с точки зрения Что с 2019 года У нас капитальный ремонт Поведут И улицы Которые уже С Нетвердым покрытием С асфальтным покрытием Они уже должны Обязаны будут делать В рамках капитального ремонта И там как бы отойдут Видимо от метража Как главного показателя Отойдут от такого метража Больше на качество перейдут Более качеством Более капитального ремонта Только Опять же Хотелось бы Увидеть Не те улицы Которые кому-то хочется Или где-то там Что-то находится А те улицы За которые голосуют граждане И за те улицы За которые Они как говорится Грудью стоят Где они живут Да собственно говоря И вот эти критерии Охота видеть И программа Чтобы Как она же называется Безопасные И качественные дороги Пока что мы видим Только дороги Ни безопасности Ни качества Нет как бы Ну ладно Еще пока время есть Будем надеяться Что появятся эти прилагатели Хотелось бы Чтобы услышали У нас федерация Потому что Те требования Которые она выставляет сейчас Но они К безопасности И качеству Никаким образом Не подходят То есть да Нужно привести В нормальное состояние Хотя бы более-менее Безусловно Это круто Хорошо Это уже все-таки Вопрос безопасности Они начнут разрушаться Через два года Полностью разрушатся Зачем нам тратить Два с половиной миллиарда рублей Зачем Давайте ездить на лошадях Да Ну вот пока Масса вопросов Будем встречаться И говорить дальше Спасибо На этом завершается Первая половина Мужского понедельника Константин Сечехин И Виталий Брам Всего доброго До встречи До встречи Не прощаемся Мы с Николаем вернемся Через 20 минут Да будет Всем счастья